Артём Друзья, как вы заметили, в этом году нашу команду покинуло двое участников. К сожалению, покинули они нас по естественным причинам. Им, естественно, хотелось есть, зарабатывать деньги и носить зимой тёплые вещи. Да ладно, Славка, расслабься. Мне тут шепнули, что нас и вчетвером в вышку возьмут. Кто шепнул? Да не важно. Как это не важно? Скажи про меня, мы же друзья. Слушайте, ребят, я предлагаю сильно не расстраиваться, ведь у нас по-прежнему есть наши сильные стороны. Женька, есть что спеть на этом фестивале? Без проблем. Гуляли с девушкой в лесу и удержаться не смогли для наших утех. Нашли мы в лесу укромное место. Всё было круто, но пришёл. Медведь и громко стал реветь. Берлога мой дом. И для любви это не место. Прости, подавысь. Ну все, пацаны, я смотрю, сильные стороны, ты не такие уж и сильные. Я как знал, что вчетвером мы не вывезем, что нам необходимо усиление. Поэтому я пригласил в команду новую, крутую участницу. Встречайте. Здорово. Всем вискарь за мой счёт. Зачем это? Ну просто я хочу, чтобы в этой команде играла красивая девчонка. Ну и как ты нас усилишь? Вы чё, я ж крутая. Был у нас такой участник. Ладно, на самом деле мне просто нравятся стильные парни. И такой у нас участник тоже был. Так я не поняла, а чё это мы жалом водим типа крутые? Ничего, что вон у парня с краю вообще жена гулящая. Ой, ты-то откуда знаешь? Я его жена. Саша, это что, правда? Да. А нет, это женщина какая-то, я её первый раз вижу вообще. Слушайте, ребят, ну согласен, так себе, конечно, усиление. Да ладно, Славка, расслабься. Есть у меня один человечек, который решит все наши проблемы. Здорово, молодёжь! Я Александр Бурдашев, я решаю все проблемки на раз-два. У попы всё, вы только посмотрите. Это ж мои любимые, мои ненаглядные, роднулечки мои. Команда, мечта, чемпионы. Ну подскажи, задрал. Наполеон Динамит. Наполеон Динамит, обожаю. Обожаю. Вообще, вообще не парьтесь, с вами теперь Бурдашев. Я любой вопросик могу решить. А ну закинь что-нибудь, Бурдашев, разомнётся. Ну давай, Япония и Курильские острова. Да, рядовая ситуация для Бурдашева. Короче, берём Японию, присоединяем к России. Всё, у Японии Курилы, все довольны. Японцы бегают, кричат. Роллы, роллы, зю-зю-бузю. Спасибо тебе, Бурдашев, мы тебя обожаем. Так что вообще не парьтесь, Бурдашев все ваши вопросы решит. Короче, рассказываю. Подхожу к Сану Васильевичу, говорю, ну мы же с вами на одной волне получается. У меня же тоже сын есть, я тоже ему игру прикольную подарил. Он говорит, он говорит, что хотел. Я говорю, команду КВН Наполеон Динамит знаете? Он говорит, ну что-то слышал. Я говорю, короче, команда достойна Премьер Лиги. Это сто процентов, не обсуждается. Он говорит, полностью согласен. Так что всё, не благодарите. Уже всё подписали даже. Слышь ты, здесь вообще-то за высшую лигу договариваются. Вот вы быстро переобуваетесь. Ладно, поваритесь в вышки, сейчас решим. Дорогие, уважаемые, как и я, члены жюри. Вот смотрите. В новый сезон высшей лиги идут актёры, борцы, десантники, британцы. Ну, я думаю, для КВН-щиков тоже место найдётся. Вы тоже не забывайте, как игра называется. Наполеон Динамит, спасибо. Супер-классная команда, хочет в четвертьфинал. Супер-шутки, супер-парни. Наполеон Динамит, наполеон. Ну, здравствуй, Москва! На сцене команда из города Тюмень, самого смелого города России. Это почему? Ну, мы в рейтинге лучших городов обогнали Грозные. Смело. Смело. В прошлом году на нашей первой игре был Владимир Путин, и мы проиграли. Так понятно. У него ещё никто не выигрывал. Смело. Смело. Слушайте, пацаны, давайте не забывать, что мы с вами в первую очередь музыкальная команда, поэтому, Женька, давай сразу с песней есть что-нибудь. Конечно, у меня есть песня про повышение цен на бензин. Так, а мотив какой? Ну, жадность, скорее всего. Нет, это не пойдёт. Давайте другую. Находчивости русского человека в период кризиса посвящается. Купил я как-то сахар, воду и крахмал, И для еды продукты эти все я купил. На день рождения батя подарил мне самовар, Ингредиенты загрузил и бизнес замутил. Так это ж настоящий самогонный аппарат! И пускай капры, 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 капры. Так, пацаны! Женька, я смотрю, ты сегодня взрослеешь. В смысле не взрослеешь? Я устраивался на новую работу. Я ведущий новостей на телевидении. Врёшь! Ну а что делать? Работа такая! Так, Женя! Да ладно, Славка, расслабься. Есть у меня один человечек, который решит все наши проблемы. Здорово, молодёжь! Моя любимая команда, роднулечки мои! Андрюха, Стёпа, Глебушек! Есть хоть одно попадание? Не одного. Ну, если чё, пользуетесь. Здравствуйте, я Александр Бурдашев. Это 100% информация. Я решаю проблемки на раз-два. Оп-оп, а ну, закинь, что-нибудь сейчас Бурдашев разомнётся. Ну, давай, политика Дональда Трампа. Полсекунды. Да, есть решение. Это элементарно. Просто берём, звоним Монике Левинске, говорим, надевай лосины, у нас тут новенький. И всё. Так, Арсён, ты откуда его знаешь? Да служили вместе. Кстати, госпоже, привет. Слушай, ты вообще с чего решил, что ты тот, кто нам нужен? Да ты чё, угораешь, что ли? Мы когда ещё с Сан Васильевичем начинали КВН мутить, он ещё тогда сказал, Санёчек, роднулька, тебе сейчас в КВН выпускать вообще опасно. Пусть люди подпривыкнут лет 50-60. Ты иди лучше пока потаксуй, а я сына в твою честь назову. И вот сегодня Тёма звонит, говорит, всё, КВН готов. И вот я здесь, примчал за 15 минут, потому что опыт бешеный. Слушай, ты иди, наверное, ты нам не подходишь. А, мне Тёма про вас рассказывал. Он мне так и сказал, у нас тут типа главный певец, я тупой и лошара. Ладно, тусуйтесь. Пацаны, не надо, не обращайте на него внимания. Никто нам не нужен. Нам просто самим нужно стать единым механизмом. Хочешь сказать, что мы не единый механизм? Ну, допустим, ты прав, и что? Слушай, пацаны, ну вы совсем, что ли, идиоты? А идиоты, по-твоему, смогли бы придумать остро-социальный номер? Думаю, нет. А вот и ошибаешься, Саша. Возможной изоляции российского интернета посвящается. Нам интернет, возможно, отключат. Он, говорят, плохому нас учит. Придётся самим воспитывать наших детей. Рассказывать, как нужно делать новых людей. Да, пацаны, тяжело мне будет с вами в сезоне. Спасибо, что проводил. А тяжело не будет. Здорово, мужики. Я, Лиза, я буду играть с вами. Экстренное собрание. Ну чё, мужики, как бабу делить будем? Я её не хочу. Я тоже не хочу. И я. Вот видите, мы все не хотим одного и того же. Так я не поняла, а чё это мы с жалом водим, типа, крутые? Ничего, что у вас третий сезон в вышке, а вам и запомнится-то нечем. Как это нечем? Вот я, например, вылитый Пельш. О, вылитый куда? Послушайте, у нас тут как бы мужская команда, и женщины нам не нужны. Ну, не такая уж она и мужская, если вам женщины не нужны. И откуда только такие люди берутся? О, очкарик, а судя по тебе, ты с этим процессом вообще не знаком, да? Слушай, а ты так и будешь стоять и раздевать меня глазами? Я же могу и сорваться. Тём, есть шампанское. Ты чё, мне вообще нельзя, я же могу и сорваться. Так, пацаны. Не-не-не-не-не, мужики, я только что в зале смотрел наше выступление, без меня вообще не то. Вот этого слепого вообще гнать надо. Я так-то всё слышу. А к слуху и не было претензий, братан. А вот то, что вот эту королеву позвали в команду, молодцы. Давненько Бурдашев одетую женщину не видел. О, а в зеркало не пробовал посмотреться? Ну чё ты кусаешься, волчица? Я сходу понял, ты крутая, тебе палец в рот не клади. Или чё? Или как? Слышь, ты чё опять выперся? Ща, повеси секунду. А чё ты орёшь? Я вообще-то пришёл к людям, чьи имена знаю. Константин Львович, добрый вечер. Есть один проект гениальный, он просто разорвёт. Оп-оп, сейчас на эстэс отнесу. Да ладно, я угораю. Я угораю, всё вам, от сердечка отрываю. Проект называется Бурдашев, уже мощно, я знаю. Там, там по затратам нужны джинсы за 3 800 и Марк Тишман. Короче, в пятёрек... Короче, в пятёрек должны уложиться. Смысл в чём? Мчатся два поезда, между ними на шпагате сидит Волочкова. Говорит, добрый вечер, это шоу Бурдашева. Тут бац, столб, конец заставки. Аплодисменты, ищай снимания, Константин Львович. Огромная сцена, и на ней стоит ваш покорный слуга. Всё верно, это Дмитрий Нагиев. Если вы понимаете, о чём я. Короче, он объявляет меня, я выхожу, говорю, это я, настоящий Александр Бурдашев. Не подделка, если кто не верит, вот мои новенькие джинсы за 3 800. Тут овации, мы пускаем рекламу, люди делают бутерброды, мы с вами в миллионы. Эрнст не выдерживает, встаёт, аплодирует стоя. Ладно, не стоя. Ладно, не аплодирует. Ладно, я сам. Всё, мужики, короче, заканчиваем на пике. Карточка, если чё, к номеру привязана. 3 800, я тишмана сократил. Всё, пошли, пока. И в завершении. Сегодня против нас играют Нати, Громокошки, Татнефть и Десантники. Сегодня самая опасная игра в истории КВН. Почему самая опасная? Ну, потому что сейчас где-то на границе не хватает 20 десантников. Чемпионы уходят, на смену им сотни команд. Наш черёб пришёл! О-о-о, это рок-н-ролл. Это наша любимая музыка, господа. Мы снова на сцене. Наш третий КВН сезон. Ваши жизни в игре Наполеон! Государственный муниципальный и поэтому драматический театр представляет сказка «Золушка». Хоть поверьте, хоть проверьте, Но вчера приснилось мне, Будто принц в железных латах В комнату пришёл ко мне. Ну, а я была в красивом цельном платье золотом, И всю ночь на всю деревню Слышан был металлозвон. Я не понял, это чё, вы такую скукотищу хотите людям показывать? Платье старьё, это ж прошлый век, ну, плюс-минус. Это вообще-то сказка. Сказка, это когда ты человечку проект закинул, а он его одобрил сразу. 3 800 упало, благодарочка. Короче, у Бурдажева хорошее настроение, сейчас всё разрулим. Какая тут самая крутая роль? Золушка. Вот давай сюда, я буду Золушкой. А я чё буду делать? А ты иди, репертуар поменяй, петь старинные песни, тут местечко занято. Пелагеи, мы тоже чужой хлеб не едим, шарим немножко. Всё, иди, давай сказка, объявляй. В доме у Золушки. Значит так, Золушка, мы с твоими сёстрами отправляемся на бал, а ты останешься дома. Помой полы, посади розы, приготовь ужин. Ну, давай попробуем, а чё по денюжке? Какой денюжке? Вот мешок, пересчитай все песчинки с сахаром в нём. Семь миллионов пятьсот одна. Чё, реально? Ну на, пересчитывай, мать. Ну, во-первых, я тебе не мать, я мачеха. О, так это получается, мы с тобой не родные. Тогда слушай сюда, волчица. Давай отправляй, давай отправляй дочерей на бал, а сама оставайся со мной. Зачем? Ну как зачем? Пересчитаем песчинки, пересчитаем кровати, подоконники, стиральные машинки. Я ж так понял, ты любишь счёт? Короче, мы с твоими сёстрами отправляемся на бал, а ты остаёшься дома. И тут Золушка отправилась к своей крёстной фее. Эй, какой крёстной? Золушка хочет на бал. Да, но сначала нужно отправиться к крёстной. Ну, давай попробуем, а чё по денюжке? Да по какой денюжке? Это сказка, здесь ни у кого денег нет. Блин, что за страна такая, даже сказки ни у кого денег нет. Ладно. Ладно, пошли к твоей крёстной. Фея, я колдую, превращу любую. Будешь принц уже, напью за вас до дна. А ну-ка! Ну, я, короче, свистеть не умею, но это типа стоп. Я смотрю, ты любишь женских платьев попеть? Те на Евровидении надо. Кстати, где оно там будет проходить? В Израиле. О, они святые люди на святой земле, как говорится. Сейчас-то чё не так? Песня же современная была. Ничего, ты чё сказал, что Золушка самая крутая роль? Фея же явно круче. Она колдовать умеет. Дай сюда палочку, я буду феей. Трынь, блин, не получилось два пельша. То ли не работает, то ли розыгрыш. Всё, иди отсюда, аферист. Тёма, братан, я договорился, на, будешь Золушкой. Слова ты хоть знаешь там? Так все знают. Ну, давай, рассказывай тогда, чё надо делать. Добрая фея, сделай из тыквы карету. О, не-не-не, я могу только из симпотной девушки сделать злую разведённую многодетную мать, которая ненавидит Александра Бурдажева. Хочешь фотку покажу? Да нет, ты должна сделать из мышей лошадь. Из мышей лошадь. Ну тогда мне нужно будет 7248 мышей и широкий скотч. Ну, гарантий никаких. Блин, ну наколдуй мне хотя бы хрустальные туфельки. А у нас там есть волшебники нормальные? Я не волшебник, я только учусь. В Хогвартсе, это ж Гарри Поттер. У меня сыночек тебя обожает. Я вообще-то Паш. Слышь ты, ты не я, чтоб моего сыночка разочаровывать. Будешь Гарри Поттером. Ну давай попробуем, чё по денюжке. Слышь, а ты быстро учишься, далеко пойдёшь. Сказать куда? Понял. А, давай. Слышь ты, руководитель пьесы, давай рассказывай, куда нам там дальше? Ну дальше вам нужно на бал. Чё там вообще обычно делают? Ну, танцуют старинные танцы. А, это ж тектоник, мы там порвём, Золушка, пошли, я король. В это время принц грустил на балу. Очень долго продолжается вал, А девчонок красивых всё нет. Уходите все прочь, видел мачехи, слышал, Неродная есть дочь, неродная дочь. Я жду тебя, приходи, и будут танцы до утра. Танцы до утра, танцы до утра. Стопэ! Какие до утра, девочка, до 12? Сейчас-то чё не так? А то, что надо было раньше сказать, что тут и мужские роли есть Дай сюда корону Вот, первый в истории КВНчик у власти Без всяких там бюллетеней на раз-два Учись, Зеленский! Короче, всё, я принц, мой братан Тёма Золушка А чё нам надо делать? Дальше надо жениться О, вот и сплошь, что сказочка-то европейская Слышь ты, сказочка европейская Мы не для этого столько лет в КВН пахали, что пришёл какой-то бурдаш И начал тут свои права качать Реально, блин, мы по 10 лет на сцене Саня, он из нас вообще самый опытный Он с 2004 года в КВН молчит, да, Саша? Мы в высшей лиге, уже третий сезон И поверь, мы в этой игре разбираемся Ага, я смотрю, вы действительно хорошо в КВН разбираетесь Что у вас за три года всего четвёртая игра Ладно, сейчас разберёмся Дорогие уважаемые члены жюри Вот сегодня нас с вами шесть человек, которые решают судьбу вот этих пацанов За эти годы они пересчитали уже все сезоны Оставили не только туфельку, но и работу Каждый раз на игре пытаются сделать из тыквы кареты Короче, я это к чему? Золушку пора брать на бал Если вы понимаете, о чём я Ну, если не понимаете, просто возьмите любимчиков Александра в одну четвёртую Если вы понимаете, о ком я Можно победить, можно проиграть Только об одном Не надо забывать Важен не главный приз А внутри запах Чтобы вместе с вами делал Продолжение следует... А почему чуть-чуть? Давай дадим еще больше, еще больше рок-н-ролла! Ну, здравствуй, Москва! Эй, 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 эй! Ну, ты чего увлекся-то? Ну, просто гитара в руках опытного музыканта, она как женщина! Кстати, это моя гитара! А играю я! Так все, убирайте это! Друзья, ну что, я думаю, все заметили, что у нас в команде теперь играет крутая девушка! Парни, я, конечно, извиняюсь, а что от нее так бензином несет? Ну, потому что от женщины должно пахнуть дорого! Да что тебе вообще от меня надо? О, очкарик, а я могу твою маму сделать бабушкой, если ты понимаешь, о чем я! Слыхали? Она может понизить пенсионный возраст! Так, короче, давайте к первому номеру! Мужская правдивая! Салатик, икорка, лимончик, текила! Я развяжусь, развяжусь красиво! Так, а что? Ну, ладно, не нравятся наши методы, есть человек, который помог нам выиграть прошлую игру! Здравствуйте, я Александр Бурдашев! Ну что, соскучились мои роднулечки? Я тоже скучал! Так, молодежь, а вы что мне не сказали, что КВН весь мир смотрит? Мне после первой игры сразу миллиард предложений, звонков! Трамп позвонил, говорит, go to America! Я говорю, молодой человек, вы если хотите с Бурдашевым общаться, вы сначала русский язык выучите! И подстригись, бесишь! После этого Илон Маск позвонил, говорит, Бурдашев, умоляю, помоги! Я говорю, да переверни ты! Он говорит, вот спасибо, теперь ракета вверх летит! Тут вторая линия, я говорю, да, алло! Он говорит, это Доминик Джокер! Значит так, Бурдашев, я украл твою собаку! Мои требования, вертолёт на крышу и что-нибудь покушать! Я говорю, слушай сюда, я узнаю, кто ты! И тебе хана! Тем более, что у меня нет никакой собаки, в отличие от вертолёта! Слушай, Бурдашев, ты... Так тихо, слышишь? Бубу, бубу, бубу! Бурдашев! Оооо! Это чьё сердечко там так стучит? Вы чё, не сказали, что волчица-то прижилась? Чух-чух-чух! Поезд удовольствия Бурдашев прибыл! А я на скоростных поездах не езжу! И вообще, судя по всему, она уже нашла себе кавалера! Так, ты не поняла! Ты давай выбирай, либо я, либо он! Он! Ты не поняла! Слушай, Бурдашев, может хора уже языком чесать и начнёшь нам здесь помогать? Они переживают и так, сейчас выиграем на раз-два, рассказываю! После прошлой игры Александр Васильевич зовёт к себе в кабинет, я захожу, а у него там шахматная доска и фигурки всех команд. Он говорит, ну чё, сыграем, Бурдашев, город снов, С3. Я говорю, Наполеон, Динамит, Е4. Он говорит, будем дружить с семьями. Я говорю, с удовольствием. Он говорит, ты не понял, тебе шаг, дружочек. Я говорю, ну без мата же. Он говорит, конечно, без мата, не вздумай, это КВН. Хотя я понимаю, что так веселее. Я говорю... Я говорю, ну можно я вот эту всю историю на Первом канале расскажу? Он говорит, можно, только переделай так, как будто это я тебе шаг поставил. Я говорю, конечно, Александр Васильевич, вы победитель. Но раз уж я выиграл, есть одна просьба. Вот смотрите, у вас же сын премьера лигу ведёт, а внучка детский КВН. Я вот тут чё подумал, детский КВН же можно и вдвоём вести. А я бы на себя премьерку взял. Ну и? Ну так вот, Александр Васильевич, чё в итоге? А то удар ногой с разворота по челюсти, если честно, это нинда, нинет. Всё, пошёл вон отсюда. Ладно, если чё, я у себя. Ну, на улице. Слушайте, ребят, и как после этого вы собираетесь на телевидении закрепиться? Пацаны, чтобы закрепиться на телевидении, нам с вами не хватает скандальности. Да что ты знаешь о скандальности? Так, Артём! Всё, давайте дальше без импровизации. Жень, есть ещё хоть одна песня? Актуальным событием посвящается. Просто сделал я репост в новостную ленту. Навещайте иногда вашего студента. До свидания! Так, Лысый, я не пойму, ты чё... Опять ты выперся? Да я не к вам. Есть тут у меня один разговорище с одним человечищем. Добрый вечер, Дмитрий Нагеев. Ну что, пришло время узнать, кто из нас круче, я или вы. Тем более моментик подходящий. У меня есть микрофон, у вас нет. Ничего личного, это организовали наши с вами начальства. Короче, вы сейчас, наверное, сидите и думаете, да кто ты такой? И как мне теперь с тобой делить всех женщин России? Есть одна схемка, рассказываю. Смотрите, вы едете во Владивосток, я лечу в Калининград, мы с обеих сторон кричим, женщины, и кому больше побежит, тот и победил. Это гениально, я знаю. Вообще, у нас с вами очень много общего. Я ж тоже в прошлом окнами занимался, когда с деньгами туго была. Короче, молодёжь, я пойду ещё пару вопросиков решу. Куда? Да пойду домой, сяду за комп, запомню весь интернет, а то вдруг отключат. Уважаемые жюри, мы очень давно играем в КВН и мечтаем попасть в финал высшей лиги. Жень, ты чего? Такие вещи обычно в полуфинале говорят. Вот видите, нам очень нужно в полуфинал, нам реально есть что там сказать. Звук сильнее, ярче свет, громче зрительный зал. Москве снова весна, это четверть финал. О-о-о, бейбе, это Динамит, бейбе, и каждый из нас хочет вернуться сюда. Джульетта Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Сюжет, я думаю, для каждого знаком. Встречаются их дети и, конечно же, тайком. Джульетта, милая Джульетта, о, будь со мной, молюсь я всем богам, одною лишь тобой душа моя согрета. Местечко занято, братан. Забыл еще сказать, в сюжете нашем сосед Джульетты был Бурдашев. Извольте, не братан, я вам даже и не брат. Тем более, черт разорался среди ночи, здесь люди очень сильно спать хотят, конкретно я с Джульеттой, между прочим. Что, что? Ничего, один раз по-хорошему прошу, вам нужно удалиться. Но я люблю ее. Тебе любовь нужна? Иди сюда, я помогу. Вот номерок, звони, там прямо львица. Высоких чувств смотрю, тебе я не понять, как смеешь ты любовь за деньги предлагать? Че сразу деньги? Там идут навстречу. Один раз прокатила, банка лечу. Одолжить? Такие методы себе оставь, нахал. Ну и дурак, на гейфон вчера аж восемь банок взял. Никто нам не посмеет помешать, с тобой хочу я быть навеки. Волчица, не хочется тебя мне огорчать, но судя по прикиду, он из этих. Из Монтеки? Ну вот, еще и из Монтеки. Так, а ну иди сюда! Ромео, Ромео, тебя прошу потише быть, вы что-то слишком здесь раздухарились. Если мой брат Тибальт услышит, он придет тебя убить. Любимый, я прошу, потише. Хорошо. Договорились! Я тебя предупреждал. Кто крепкий сон тревожить мой рискнул? Привет, Тибальт. Опять на улице уснул? Заткнись. Эх, жрать охота. Сейчас бы сделать чебуреки. А тут у нас как раз Монтеки. Ха-ха, опять пришел. Тебя придется успокоить. А если вдруг Ромео вас убьет? Спешу тебя расстроить, не волосинки с головы моей не упадет. Ха-ха. Лосинки не жму, лысач. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Бурдашев, как я раньше, я Бурдашев. Ну шо, волчица, вот мы и одни, как говорится. Кто создал тебя такую, я глаза твои целую и хочу прожить. Ну что, пока мы здесь одни, быть может, это. Что это? Ну это, типа, я раздетый, ты раздета. Я не пойму, нормально говорите. Уж потрудитесь, если слово труд знакомо вам. И выражение подберите. Вот ты трудная, ладно. Чувачок, мне нужен твой совет. Я за него отдам все деньги мира. Какой совет? Как будет чик-чирик на языке Шекспира? А-а-а! Ромео, я боюсь, что после убийства брата нам не позволят быть с тобой никак. Ну что, добился своего Бурдашев? Отсюда мне придется удалиться. Вот так закончилось свидание наше. О нет, Ромео! Нет повести прекраснее, чем про Бурдашева наш маленький рассказ. Окончил он вражду Монтеки Скапулетти и, по его словам, двум малолеткам жизни спас. Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном, я возьму тебя и прижму. Совсем недавно нам даже на законодательном уровне намекнули, что критиковать это плохо. Поэтому в своей песне мы будем всех хвалить. Хвалить-то еще не запретили. Мы все и всех вокруг ругаем, говорим, мол, наглецы. Между прочим, зря все молодцы. Все сомнения развеем, поймут все даже сорванцы. Все герои песни, молодцы. Разбудили в пять утра соседних этажей жильцы. Еду я без пробок, молодцы. Молодцы, молодцы. А из ЖК хаспицы нас летом закаляют. Молодцы, молодцы. Платные парковки могли придумать, только молодцы. А в центре прям большие молодцы. Молодцы, молодцы, но они не наглецы. Есть место, где бесплатно. Люберцы. На Евровиденье поедут наши лучшие певцы. Не первый раз поедут. Молодцы. Молодцы, молодцы. Одинокие отцы. Будут петь на родине мацы. Молодцы. Нас скоро роботы заменят. Вот западные образцы. Но наши не отстали. Молодцы. 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 Программисты, молодцы. Восстания машин не будет. Молодцы. И арбитры, и гайцы, блогеры, и рэп-певцы, коллекторы из банков молодцы, сетевые продавцы, русского кинотворцы, спасибо, что вы есть, вы молодцы. Ну вы, конечно, молодцы, кто ж так хвалит, страна должна знать героев в лицо. Вот Лёха, сценарист русских комедий, шмамидий, чёрт-жёрт, записывай, Андрюха, коллектор, самый толерантный человек в мире, ему вообще по барабану женщина, ребёнок, для него все равны. Он даже у матери телек забрал, и вы, конечно, молодцы, столько хороших людей собрали в одном месте, сейчас вся Москва прям выдохнула. Всё, молодцы, заканчивайте. Если вдруг поставите нам три, поймём, мы не глупцы, клянёмся, мы не скажем, молодцы. А вот мамы и отцы, и тюмени, и всей жильцы, про вас и нас напишут молодцы. Добро пожаловать! А вот мамы и отцы, и мыслись, Sehr ты, и theater кричит. Слава Богу и отцы! Слава Богу! Ну круто, круто, прям чувствуется полуфинал. Ладно, ребят, дальше мы сами. Расходитесь. А волшебное слово? Мероприятие не согласовано. Расходитесь. Ну что, на сцене команда из Тюмени. Тротуарообразующего предприятия города Москвы. Сегодня полуфинал и целых пять претендентов на победу. И все они сейчас перед вами. Так, Лиза, все, ребят, давайте переходить к козырям. Женька, есть что спеть? Конечно, песня московская, актуальная. На недельке так случилось. Даша Букина спалилась. Тормозил ее гаишник. А ей казалось, водолаз. Ну все понятно. Как обычно, одними песенками мы не вывезем. Да ладно, Славка, нужно просто ненавязчиво намекнуть жюри, какое место мы хотим занять. Подарок в студию! Здорово, молодежь! Так, Бурдашев, ну и что это за подарок? В смысле? Доступная однушка в центре Москвы. С новосельем, как говорится! Слышь, ты нам с финалом будешь помогать или как? Я в свободу, у меня уже настроение хорошее. Да че вы тупите? Чтоб выиграть, просто нужен свой человечек в жюри. Слышь, умник, ну а если у нас там нет своего человечка? Щас будет! Вот, это Толя. Толя, рано! Слышь, че еще за Толя? В смысле? Надежный человек, мы с ним в школе 17 лет за одной партой. Так, если Александр Васильевич решил, что будет 5 членов жюри, значит их будет 5. Да? Ну значит надо кого-то выгонять, давай думать. В смысле, че думать? Толю твою выгоняем, да и все. Не-не-не, Толю нельзя, он вон уже разулся. Надо кого-то другого. Слышь, не ты и в жюри сажал, не тебе и выгонять. Щас Александр Васильевич возьмет и твоего Толя отсюда выгонит. Не Александр Васильевич его в жюри сажал, не ему его и выгонять. Ладно, вопрос реально сложный, надо с Александром Васильевичем посовещаться. Толя, ты пока осваивайся. Александр Васильевич, здравствуйте. Ну вы вообще сами че думаете? Ага, ага. Не, ну Толя мне тоже нравится. Ну а если не Толя, то кто? Ее? О, в смысле потише, я ж имя не назвал. Все, понял, понял, Александр Васильевич, сделаем все, как вы сказали. Ну что, решение принято, Валдис, выдохните, все нормально. Толя, короче, тебя решили выгнать, давай там, прощайся, все дела. Что бы хотелось сказать. Игра пролетела как... Огромное спасибо, что позвали, Александр Витальевич. Васильевич. Я Витальевич, все нормально, Толя, газуй. Всех, кого я сегодня видел, ну все достойны финала. Ладно, пойдем, я тебе чипсы куплю, Бурдаши в свое слово держит. Так, ребята, давайте все быстренько забыли про все это и вспомнили, зачем мы здесь. Женька, есть еще хоть одна песня? А че я-то опять, вон пусть Артем поет, он в детском церковном хоре пел. Не верю. А я верю, поэтому меня и взяли. Жень, давай сам. Песня про любовь. Вот ведь как бывает в жизни подчас, Заказал тебя всего лишь на час. Но увидев твой смеющийся взгляд, Я влюбился как пацан в первый раз. И проплатил еще три дня и три ночи. Женя, а тебе за твое творчество не стыдно? Стыдно. Ну и куда ты? Пойду в Самаре детскую площадку построю. О, молодцы, этого выгнали. Теперь точно до финала подойдем. Нашей любимой командой КВН. Наполеон, зараза, динамит. Финал. А ты что на сцену вышел? А если сейчас кто-то курточку в гардеробе захочет забрать? Ох, волчица, а это что получается? Шел великан с мешком красоток, мешочек развязался, и вот она веревочка. Че надо, Бурдашев? Волчица, ну ты только представь, берег моря, мы бежим навстречу друг другу, ты кричишь, Бурдашев. Я кричу, Бурдашев. Ну, допустим, а потом что? Ну, а дальше секс, только учти, у меня очень плотный график. Оу, даже сорока секунд свободных не найдется. Бурдашев! Оу, это что получается? Шел великан, шел и пришел? Саня, это кто? Это жена моя. Оля или Юля, давно уже вместе живем, стрёмно переспрашивать. Бусинка, ну че ты пришла портить, то что я им пришел портить, иди отсюда. Ну иди домой, там сынуля дома один. Он с Мариной. Че за Марина? Сестра его, хоть немного семьей интересуйся. Ой, это что получается, Бурдашев, у тебя жена, дети, а ты ко мне подкатываешь? Чего? Бусинка, не надо, побереги силы, ты же будущая мать-одиночка, они тебе еще пригодятся. Ты че думаешь, я себе мужика нового не найду? Что у нас по кандидатам? Я так понимаю, самовыдвиженцев не будет. Ну, это просто не твой уровень. Ну да, есть еще жюри. Ну все, нам конец. Там тоже никого, пойдем, Бурдашев. Видали, если б не я. Ну все, блин, Бурдашев ушел, и кто теперь капитанский играть будет? Талантливых людей в команде больше нет. Да, проблемка. Женя, че ты с сексофоном вышел? Ну, во-первых, я единственный, кто может реально сыграть капитанский. А во-вторых, я хочу, чтобы мы не просто прошли финал, а чтобы жюри нас захотело видеть в финале. Ключевое слово — захотело. А саксофон — это самый сексуальный инструмент. Он может сделать сексуальным все, что угодно. Ну вот представьте, ночь, по улице идет голый, накачанный Арнольд Шварценеггер. Мне нужна твоя одежда. I'll be back. Ну или, например, мультфильмы. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь? Не вовремя. Ну и, естественно, КВН. Будем дружить с семьями? Прикольно, Женька. А че ты раньше не говорил, что ты саксофонист? А я не саксофонист, я КВНщик. И ради финала за четыре дня че угодно научусь делать. Танец! Да все, заканчиваем. И в завершении. Два года назад наша команда не дошла до финала, и у нашего Саши родился ребенок. В прошлом году мы снова не дошли до финала, и у Саши родился второй ребенок. Уважаемая жюри, если не меня, хоть жену пожалейте. Музыка. 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 Собирать ребенка в школу к первому сентября – это большое счастье. Но, как говорится, за любое счастье надо платить. Сколько? Они че там в этой школе вообще обалдели? И че прям, вот это все тебе надо? Да, надо. Не-не-не, сейчас будем сокращать. Вот линейка. Линейку я и сам сделаю. Ты ж не выкинул тот кусок плинтуса. Ну вот, дальше. Циркуль. Это че такое? Круги рисовать. Ну, взял блюдце, обвел и все. Соображалку включаем. Транспортир. Это че такое? Как тебе объяснить? Это круг и еще вот такая прямая. То есть блюдце и линейка, я правильно понимаю? Еще б я больше вообще про эти линейки не слышал. Дальше. Скрепки, степлер, скотч. Это че у вас там в школе так сильно порвалось? Уж не губали училки, которые это все писали? Пенал. Зачем? Ну, это складывать. Что? Пока ничего. Ну, вот и все. Тетради в клетку и линейку? Так. Новые учебники. Я не понял, а ты че, прошлогодние учебники уже прочитал? Да, прочитал. Ну, если ты такой умный, че ты тогда такой бедный? И родителей за собой тащишь. Белая рубашка. Вот зачем тебе белая рубашка, если он у тебя синяя есть? Ну, это на линейку. На линейку! Да. Туфли, кроссовки, чешки. А не многовато ли у тебя ног? В кроссовках отгоняешь, нормально будет. Вот здесь почему с ошибкой написано? Где? Вот, читай. Портфель. А надо пакет. У тебя здесь только две буквы правильно написано. Да, две. Цветы учительницы. Ну, это точно покупаем. Покупаем? Покупаем. Конечно, покупаем. Горе такое, шум и звери, что ли? Бедная женщина, у вас в классе 55 человек. Да это прикол, прикол. Прикалываюсь, конечно, не покупаем ничего мы. Да и вообще не переживай, не пропадешь. Вон, помнишь, мы тебе костюм в детский садик сделали? Вот круто было. Я вот сделал подошву из пластиковых бутылок. Рога из фольги сделали. Мамкин халат ты нацепил. Жалко только, так они придумали, кто это. А так, конечно, вообще костюм бомба был. Помнишь? Как забыть так? Ну вот. Нотная тетрадь. Это какая? Это в которой пять линеек. Толя! Зачем вообще нужна эта нотная тетрадь? Ставить на пюпитер. Пи-питер. Ой, окажется, название твоему новогоднему костюму придумал. Ну понял прикол, пи-питер? А, будут свои дети, поймешь. И вообще, я не понимаю, слушай, зачем тебе вот сильно хочется этой школой заниматься? Там же столько лишних знаний. Вот зачем тебе знать валентность брома? Зачем тебе знать, с чем там пишутся эти жиши? Зачем тебе знать, чем метиловый спирт отличается от этилового? Не-не, Сань, это надо. Я просто к тому, что вообще, зачем тебе это образование? Он взял провода, срезал, денюжка капнула. Люки сдал, еще денюжка капнула. Понимаешь? Ну я не хочу резать провода. Я хочу стать образованным, культурным человеком, а не таким, как вы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Распрощался я с юностью вешней, но похмелье осталось весны. Я гуляю веселый и грешный по бескрайним просторам страны. Я расстался с любовной дрожью, но забавы остался запас. По-великому, по-бездорожью я пою, я играю для вас. Круто! Это Есенин? Какой Есенин? Это Любе! И вообще не переживай, если ребенку надо, батя в лепешку разобьется, но все сыну достанет. Правильно я говорю? Че молчишь-то? На, твой ребенок, ты разбирайся. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько? Да ладно, че ты вон линейку сам сделаешь. Ну это да. АПЛОДИСМЕНТЫ Вашему вниманию представляется Самая российская песня. Музыка девяностых, проблемы оттуда же. Солирует паника, успокаивает хор оптимистов. Оркестр в музыку. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Если в стране медицина бесплатной быть перестанет. Да ты не бойся ничего. Больниц не будет городских. И люди нервы сберегут. Не будет вообще больных. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Если однажды в России бабы рожать перестанут. Да ты не бойся ничего. Тогда нам всем поможет Бог. И мужики начнут рожать. Серёжа Лазарев весьма. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Если пенсионный возраст вдруг 90 лет станет. Да ты не бойся ничего. Ты и в 50-е проживёшь. Ты лучше меньше паникуй. Тогда, возможно, проживёшь. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Если у нас в магазинах цены огромными станут. А ты не кушай ничего. Тогда недорого совсем. Ты будешь стройный и худой. Худые люди красивей. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Если за сборную нашу Дзюба играть перестанет. А вот тогда придёт капец. Все вспомнят доллары и нет. Не прекращая, Артём, играть. Твоя задача отвлекать. Паника уходит, включается фантазия. Мамочка, что с вами будет? Мамочка, что с вами станет? Если зарплата в России, как у чиновников, станет. Куда потратить это всё? Куда всё это подевать? Да ты не бойся ничего. Такому точно не бывать. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Всё я придумаю, слышишь, скоро спокойнее станет. И все проблемы исчезнут. Это всё чистая правда. Вместе мы сделаем это. Только давайте это всё завтра. А ты кто такой? Да ты чё, это ж я, ваш родненький. Менталитет. Да ты не бойся ничего. Решим на раз-два. До снега сделаем асфальт. Времени в огонь. Коррупцию мы победим. Деньги не проблема. Поднимем рубль навсегда. Я так тысячу раз делал. Понизим цены на метро. Протива жить не запретить. Работу все начнут искать. Ага, сейчас всё бросил и пошёл. Когда проблемы все решим. Ха! С разматом будем отмечать. Да, только недолго. А то мне через час на работу вставать. И вообще, Россия народ с очень большой фантазией. И поэтому наш оптимизм намного сильнее, чем паника. Наполеон Динамит. Днём рождения игры посвящается. Все гости в сборе За исключением одного О ком же эта песня? И не звоночка Лишь Лексутов от него Становится понятней Он не приехал Чтоб никто не говорил Что он своих протащил Но он задует свечи Загадает желание Разложит карты Произнесён заклинание На счастье вырвет Волосок седой Или на крайний случай Сам удаст указание Чтоб в тюбень вернулся Куба Савянина В день рождения твой Друзья Сегодняшний кубок мэра Москвы Собрал в зале известных артистов, бизнесменов, чиновников Я в хорошем смысле этого слова Все они приехали, чтобы поздравить КВН Ну раз праздник, смугляш, может после игры ко мне? Вообще-то у меня жена и двое детей Нет, ну то, что к тебе не вариант Это я понимаю Я говорю, может ко мне? Так, Лиза, ты понимаешь, что вот за такое Александр Васильевич нас по голове не погладит? Да, странная у тебя мотивация для творчества Так, слушайте, ребят Ну давайте, надо бороться Давайте вспомним, что обычно делали команды, чтобы побеждать Шутили Ну ты вспомнил тоже, это когда было-то? Так, пацаны Да ладно, он пусть длинный с ушами споет и нормально будет Семен, если вас не затруднит А все, ты издеваешься? Жень, давай Катя вся в татуировках На плечах у Кати солнце На спине у Кати птицы И дельфин на пояснице Я хочу увидеть море Я хочу увидеть море Женя Кто тебе постоянно пишет эти дебильные песни? Ну я Ты со своей головой вообще что ли не дружишь? Да пошла она нафиг Я из-за нее чуть на работу не устроился Ладно, вовремя пить начал Сейчас бы сидел там на заводике Тинтель-винтель гаечки крутил Слушайте, ребят, мне кажется, вы вообще забыли, зачем мы здесь Кубок мэра Да, Кубок мэра Да ладно, Славка, расслабься Сейчас вы человечек, который решит все наши проблемы С днем рождения, КВН! Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и подаркам Это все тоже от меня Александр Васильевич, поздравляю! Ну, еще раз обниматься не будем Не такие уж мы с вами и друзья По вашему мнению, как оказалось Меня же сегодня все поздравляют Дзюба пришел, говорит, с днем КВН Ну, извини, что без подарка Я говорю, то забей Он говорит, еще? Понял! Спасибо тебе, Бурдашев Чтоб я без тебя дел Да че мы его с вами слушаем-то, а? Ой, это кто там так сияет? Ты ж моя сварочка Платье, конечно, вообще шик Все по фигуре Да, между прочим, такую грудь, как у меня, еще поискать надо Не, ну столько времени у меня тоже нет Да? А ты че, не мог нормально к празднику одеться или че? Все дорогое тебе не идет? Ты че, обалдела, что ли? Знаешь, сколько эта куртка стоит? Знаю, вон же ценник-то Не оторви! Я с ней еще не определился Слышь, Бурдашев, ну и че, это вся твоя помощь с финалом? Да я все придумал, чтобы пройти в финал, нужно выгнать не смешного человечка и заменить его на смешного Так, это кого, например? Да там немного, человек четыре, пять Короче, встречайте, команда КВН Наполеон Атомный динамит! Монстр! Команда КВН сбор на Тюменской области А я правильно понимаю, вы нас тут собрали по своим типажам? Тогда вопрос к тебе, ушастый А вот этот человек рядом с тобой, он здесь потому что тоже певец? Или мы про тебя чего-то не знаем? Я извиняюсь, а он меня заменяет потому что тоже очкарик? Или потому что мы тоже обо мне чего-то не знаем? Ладно, новый смугляш, а че, вместо меня сразу двух человек решили взять? Ой, 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 че кожаную куртку надела, думаешь, крутая? Стоит тут такая вся, кожа да кожа да кости Слышь, Бурдашев, ну и че ты набрал их в команду и прямо уверен, что будет финал? Да на раз-два! Ну давай-давай! Вот она, команда мечта! А как зовут нашу лисичку, нашу барбариску, нашу лапочку? Виталий Пашенко! Да не тебя! Ко мне можешь не подкатывать, мне вообще-то смугляш нравится Эй, я вообще-то женат Так можешь со мной супружеский долг исполнить? Нет, Путин нас все долги простил Ладно, не думал, что я это скажу, но давай, Виталий Пашенко, показывай, че у тебя там? Песня! Ты снимаешь вечернее платье и надеваешь шинель Двойная жизнь майора Рубока, в нем Миша, ночью Мишель Ещё раз такое споёшь, я тебе сделаю очень больно О, а вы читали мой райдер? Не надо! Да ладно, Мишань, расслабься, когда ты ещё побудешь в настолько плохой компании? Слышь, Гурдашик, короче, так не пойдёт Если ты решил нас всех заменить, то мы тебя сейчас тоже заменим на человека, который точно решит все наши проблемы Добрый вечер Володя? Ой, извините, я просто обычно, когда с вами разговаривал, вы в телевизоре были Так, Бурдашев! Александр Васильевич, спасибо, что пригласили Я только, знаете, совсем забыл про подарок Да ладно, Владимир Владимирович, главное, что вы здесь, в доме КВН Точно, спасибо, что напомнили про подарок У меня только, знаете, Александр Васильевич, один вопрос Это же кубок мэра А где сам мэр? Ну, не смог, наверное Как-то не смог Я смог, а он не смог Ладно, ребята, раз уж я здесь, чем я вам могу помочь? Ну, можете жюри поговорить? А кто в жюри? Доверенные все лица А нет, не все Здравствуйте, Семён Альцам Васильевич, я сначала должен там поздороваться Здравствуйте Сергей Семенович, а вы почему опаздываете? Так, в пробку попал Какую пробку? Что вы не поняли? М? Так нет, заработался, заработался, забегался Что-то сегодня много дел И заместитель куда-то запропастился Не пойму Хожу, ещё нет нигде Главное, бегал весь день нарядный, что-то довольный Куда-то убежал Ну, так, может, кто-то на КВН поехал? Не знаю Что он прям С КВН на КВН, что ли? Ладно Ну, тоже верно Сергей Семенович, а вы подарок приготовили? Да, кстати, праздник же, веселье Вот, от меня лично От мэра Москвы Это что, шоколадка? Ну, больше плитка Ладно Давайте перейдём к серьёзным подаркам У нас есть серьёзный подарок? У нас есть серьёзный подарок Пожалуйста, внесите, пожалуйста Подарок Спасибо, товарищ полковник Александр Васильевич В этом конверте Чистый бланк С моей подписью Так что вы можете вписать туда всё, что хотите Классная вещь, Александр Васильевич У меня в Тюмени такая же была Я костюм написал Александр Васильевич Но я надеюсь на вашу природную скромность Уважаемый вы наш президент планеты Ну что же, я поздравляю вас с днём рождения С днём рождения Это первый канал Это Калэ Эн Это на паре Он Динамин Это наш фристайл, погляди Шутки, песни и много другого разнообразного юмора От смеха капли слезок на груди А у кого нет груди, слезки будут капать на коленочки Я, наверное, что-нибудь спою А я пошучу И я пошучу А я постою Славка выйдет, скажет, пацаны, вы че творите? Пацаны, вы че творите? Ну неужели вы не понимаете, вот из-за этого нам в полуфинале этих двух десятых до финала и не хватило? Вот не для этого Александр Васильевич нас на этот кубок пригласил Ой, давайте по чесноку На этот кубок нас пригласил Валдис Пельш, внимание на экран Наполеон Динамит Если очень-очень сильно перефразировать Артема, спасибо за приглашение, Валдис Но вы, уважаемые жюри, не переживайте, мы люди не злопамятные А сколько максимум оценка за этот конкурс? Пять Если нам, Валдис, поставишь четыре То не обидимся мы на тебя Просто напишем, гвоздем на машине Валдис родной наш, мы любим тебя Если Лексутов поставим четыре Просто уйдем, никого не меня Пишу, напишем, гвоздем на машине Максим Станиславович, мы любим тебя Если Семенов поставить четыре То на обман из нас каждый готов Пять шум, напишем, гвоздем на машине Это писал Семен Слепаков Если нам, Вусман, поставить четыре Эдгард и Слава, если рискнут Пять шум, машину царапать не станет Я руками ему зеркала оторву На то, что вы спели, вы не обижайтесь Правильно, Тёму поймите, друзья Я просто хочу, чтобы не пострадали Сердце моё и машина твоя Так, бурдаши Да я не к вам, Александр Васильевич Есть гениальная идея на открытие финала Вот как всё будет, вы только представьте Кроку Сити Холл Выключенный свет Люди ждут, ЖКХ бесится И тут всё резко включается И в зал залетает Александр Васильевич на Пегасе Я сделаю Всё очень круто Свет, дым, слоны Появляется Дэвид Копперфильд Я говорю, уго, у тебя фокус затянулся Ты куда так надолго исчез? Тут из другой кулисы появляется Ираклий Перцхалава И говорит, а тут не надо быть фокусником Бурдашев, чё это за бред опять? Всё, давай, короче, дальше мы без тебя Вы чё, ещё не поняли, что я единственный в этой галактике Кто может решать проблемки на раз-два О, Бурдашев, ошибаешься Здравствуйте Я тоже решаю проблемы на раз-два Ключевое слово Решаю Вы чё, угораете, что ли? Вы с такими знаниями точно в финал не попадёте Причём здесь я и Лев Николаевич Толстой Ну вот Я опустился на ваш уровень Теперь поговорим Ну и чё у вас крутого? Ну, например, я знаю 300 знаков числа Пи после запятой Чё вы лечите? Там после Пи четыре буквы и ни одной цифры Капец Ну, типа капец, только там немножко другое слово Слушайте, он же вообще не в тематику дня рождения КВН Как это не в тематику? Специально для дня рождения КВН у меня есть уникальный подарок Сегодня 8 ноября 2019-го 8 плюс 11 плюс 20 плюс 19 58 58 лет КВН Ну и чё тут уникального? Да то, что даже я не знаю, что с этой информацией делать С днём рождения, Александр Васильевич! Ну что, Наполеон и Бурдашев снова вместе Бурдашев, да никто не вместе Всё, короче, ты больше не в команде Да? Ну давайте я посмотрю, как вы без меня в финал пройдёте Вот прям сяду пойду и посмотрю Друзья, мы играем в КВН уже больше 10 лет И за это время эта игра стала частью нашей жизни Десять лет продолжаем мы играть Скука-то! Умеем мы проигрывать и побеждать Был бы я Собянином, я б тоже от вас уехал И чтоб сегодня кубок нам с собой забрать Сейчас, походу, первый раз услышим, как Масляков матерится О себе хотим немного рассказать Саудовский оркестр и тот круче сыграл За эти годы стали мы одной семьёй Надя! 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 С семьёй, объединённою одной мечтой Александр Васильевич, вы пока стоите новую игру придумываете Потому что это они, походу, угробили Короче, всё, Бурдашев, ладно, ты победил Пусть Александр Васильевич скажет, что я победил Да просто возвращайся! Слушайте! Вот вы достали! То уходи, Бурдашев! То приходи, Бурдашев! Вы вообще сами чё хотите? Если спросишь, чего я хочу, я отвечу И дальше играть Начинал я ещё с волосами, а теперь мне уже 35 Пару раз было круто, но когда настигает тоска Не жалею я ни минуты, не жалею ни волоска Если спросите, что я хочу, я скажу, что мечта моя странная Я хочу доказать всем парням, что и девушки тоже забавные О, даже сейчас этот сильный пол смотрит искос и менжуется Вы смеётесь над бабами, но вы смеётесь лишь когда мы паркуемся Я хочу, чтобы друзья мои поняли, что работаю я в КВН И что эта работа тяжёлая, я устал уж доказывать всем Иногда правда хочется дверью хлопнуть и выйти Но мы готовы работать 5 месяцев, чтобы 5 минут было смешно Я хочу, чтобы ко мне подошёл Масляков Мол, давай где-нибудь посидим Я б шутил, он смеялся И весь наш бюджет на игру мы б потратили с ним И вернувшись домой под утро, утомившись от сложных тем Я сказал бы с улыбкой маме, теперь я веду КВН Бурдашик, ты чё несёшь? А чё, вы фантазируете мне нельзя, что ли? Давайте, пойте! Можно победить, можно проиграть только оба Но мне надо забывать, вожжем не главный приз Там внутри запах, чтобы вместе с вами делал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, роднулечки! Ну вот он, долгожданный сольник Бурдашева в Кроку Сити-Холе! Обожаю! Так, пятая камера, возьмите Бурдашева крупнее Ещё крупнее, ещё крупнее! Привет, девчули! Я уже здесь, это я, Александр Бурдашев Сегодня на моём мероприятии собрались очень успешные люди Александр Васильевич, Александр Бурдашев, Александр Константин Львович Слышь, Бурдашев, а чё происходит? Ты не понимаешь, насколько сильно мы рассчитывали на медали? Это ты не понимаешь, насколько сильно мне вообще на это пофиг Слышь, а если из-за тебя мы сегодня проиграем? Что значит «если»? Когда? Видишь, люди в команде заряжены Непонятно на что, но заряжены Ладно, Наполеоны, выступайте, только не подведите Это всё-таки сольник Александра Бурдашева Короче, молодёжь, сейчас будет мероприятие, как свадьба трансгендеров Просто что-то с чем-то Смотрим! Песня про начало января Остыло мясо, водочка остыла Спокойно я лежу и сплю Дума сделала нам выходные Да побольше, чтоб приятней было И за это нашу думу я люблю Кто-то спросит меня, каждый спросит меня Какая у песни мораль Я думу, люблю За то, что в стране Декабрь и сразу февраль Эй! Ну что же, добрый вечер, уважаемые дорогие зрители! Слава, ну что ты всё смешиваешь? Добрый вечер, уважаемые дорогие зрители! Слушай, Артём, ты так-то не дзюба Про тебя людям кричать можно Всё, ребята, давайте включаемся в финал Женька, есть какая-то песня? Конечно, песня о том, что Деда Мороза не существует Ты чё, это же оскорбление чувств маленьких верующих Слушай, Артём, у тебя вообще что-ли голова пустая? Это только снаружи А, всё понятно Женя, давай твою песню Встреча на высшем уровне посвящается Встречу Путина и Зеленского Провести аж в Париже пришлось Ну а если всё было при Ельцине То баня, водка, гармоний, лосось Женя! Ребят, я не пойму, мы сегодня за эти медали начнём бороться или нет? Какие всё-таки в Москве сексуальные приставы? Девчонки, я даже не обиделся! О, волчица, смотри-ка, я ещё не успел подойти, а у тебя уже две полоски Или это ноги? Хе-хе-хе! Так не газуй, Бурдашев, тебе эту двойную сплошную никогда не пересечь Да ладно, чё ты бесишься? Я, между прочим, татуировку с твоим именем сделал Романтично, покажешь? Не могу! Собаку в Кроку Сити Холл не пускают! Тебя же пустили! Слышь, Бурдашев, я тебе напомню, мы вообще-то пришли за медалями Гагарин, Иисус, комиссар Экс Чё-то не получали медали в КВН, и всё у них в жизни сложилось Как вы не понимаете, запоминают не тех, кто получил медали Запоминают тех, кто устроил скандал Нам нужен скандал Нужно говорить про проблемы России, например, это всегда скандально Вот давайте, игра как в города, только проблемы России Вот смотрите, медицина Вот, вам на А Образование Вот, молодец, Тёма, я в тебе никогда не сомневался Может, песня какая скандальная есть? Конечно Позволено в буддизме, что хочешь есть Даже позволено, что хочешь пить Тысячу раз рождаться и умирать Ништяк Вера Не-не-не, это всё не то Как вы не понимаете, нам нужен прям скандалище Нужно, чтоб прям посреди выступления Встал, например, Михаил Гребенщиков И начал петь «Солнышко в руках» Чтоб выбежала огромная толпа недовольных безработных И начали махать руками Чтобы женщина вышла с большим бюстом И начала им трясти прям перед всеми зрителями Чтоб на экранах показали такую информацию про Муругова Которую ещё никто не знает Чтоб уборщица прямо сюда вышла и начала нижний брейк танцевать Чтоб вышел настоящий песков и такой Таня, ты мне не жена И чтоб все И чтоб все после этого замерли Александр Васильевич на всё это посмотрел и такой Да, что-то грибочков маринованных захотелось Бурдашев, ты вообще что ли, идиот? Такого не может быть Я отрываюсь от земли Я от тебя на полпути И мне так важно, что ты думаешь об этом Солнышко в руках Огонек и звезды в облаках Таня, ты мне не жена Да Что-то грибочков маринованных действительно захотелось Как знал, Александр Васильевич, с наступающим Новым Годом И вот мелкому шкалатка Ага, спасибо Ну и в завершение, уважаемые друзья Давайте пожелаем счастья всем, кто рядом Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова Поблагодарим родителей, крепко и нежно обнимем детей Откроем сердца навстречу друг другу Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства Мир наполняется любовью и доверием А что ты именно это решил сказать? Ну мне кажется, вряд ли кто-то поставит меньше пятерки И новогоднему обращению президента Российской Федерации Поэтому, уважаемые жюри Удачи Пускай окончен сезон Но-но-но И пусть не тот КВ Но-но-но Не важно, кто чемпион Напалеон Так пусть тогда победит Динамит! Динамит! Ну вот и закончился антракт перед второй частью сольника Бурдашева Наверняка многие из вас сейчас подумали, что закрыли ипотеку Но нет, это похожее радостное чувство, когда снова видишь Бурдашева Во второй части сольника вы узнаете, что такое успех Это не резать сникерс Это когда карта привязана к телефону, а наушники нет Это увидеть дельфина Это любоваться напалеончиками и динамитиками Смотрит! Скоро раздавать начнут медали Кому-то посчастливиться Чемпионом стать И все те, кто был сегодня в зале Такси начнут все вызывать Разом вызывать Поборемся за водителей Средней Азии жителей Так, пацаны Слушайте Ну что это за песня такая? Над ней был в жюри, вообще никто не посмеялся Ну это из-за Александра Васильевича? В смысле из-за Александра Васильевича? Ну раньше он им подсказывал, когда смеяться Все необязательно очевидно Да Совершенно очевидно, что необязательно Слушайте, ребят, ну зачем мы шутим про ведущего? Ну все шутят, и мы шутим А если все команды с 10 этажа спрыгнут? Тогда мы выиграем Слушайте, я как знал, что на вас в финале нельзя будет положиться Поэтому пригласил сюда, к нам на сцену человека Без которого бы нашего финала не было Встречайте, наш земляк Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин Сам себя считаю городским теперь Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Сергей Семенович, а эти золотые медали нам? Нет, 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 ваши вон, на елке, наверное Так Я вот, пользуясь случаем, хочу с первого канала поздравить всех с наступающим Новым годом И вручить медали от мэрии города Москвы Вот, например, вот эти две медали хочу вручить Гуфу и Тимоти Что они Такой клип про Москву сняли Москвичи посмотрели и поняли Клип плохой, Москва хорошая Молодцы Так что вот, передадите Значит, ты Тимоти передай Кто-нибудь Гуфу передайте Кто, наркоманы есть в команде? Вот Вот ты в коротких штанишках в декабре На Передашь Гуфу Значит, вот Это вот Диме Билану За концерт в Самаре За то, что они детскими поступками построил детские площадки А Москва здесь при чем? В том-то и дело, слава богу, Москва здесь ни при чем Так, кто передаст Билану? А, вот ты, Гуфу будешь передавать, там и Билану передай Так, вот эти четыре медали передайте братьям Запашным Вот, которые Тигров дрессирует Да почему четыре? Их же двое Да ладно, уже двое? Жалко, ладно Так, это значит Лепсу за его творчество Это Газманову за его творчество Это Юркису А ему-то за что? Так, хватит, все Я просто иду по списку Так, одну мне медаль дайте Я ее другу вручу А, Владимиру Владимировичу Так, еще одну дайте мне медаль Кстати, встречайте Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков Добрый вечер Здравствуйте Показалось К сожалению, президент Путин сегодня не будет на КВН Он сейчас на очень важном совещании Решает очень важные вопросы Но тоже с КВНчиком Я, кстати, тоже мог сегодня не быть на КВН Если кто-то из жюри не забрал ключи от дома Команда, к вам вопрос Вы зачем людей из правительства отвлекаете от их прямых обязанностей? Вот, вот тоже хотел спросить Зачем приглашаете на КВН? На КВН нужно приглашать каких-то именитых КВНщиков Абсолютно с вами согласен, Дмитрий Сергеевич Абсолютно Я не знаю, ну есть же КВНщики хорошие Ну вот Азамат Мусагалиев Хороший КВНщик Талантливый Смешной Да, или вот Денис Дорохов Да, тоже очень Извините, пожалуйста, напомните Денис Дорохов это кто? Ну, Сергей Семенович Я думаю, вы прекрасно знаете, кто такой Денис Дорохов А, да, вспомнил Это урод, да, этот? Ну, я так не считаю, допустим Да Ну, а что тут? Ну, урод и урод, что-то такое Ну, зачем вы так говорите? Вот это ваше мнение, а мое мнение, что он урод Ну, как же не только мое мнение Ну, сложилось такое мнение, урод и урод То есть вы считаете, что он урод? Ну, давайте, перестанем Давайте, ну что мы, Дмитрий Сергеевич Будем ссориться из-за какого-то урода? Ну, хватит, все Значит так Уважаемая команда К вам Мы вам желаем удачи Успехов Вперед! Вперед удачи, успехов Вперед победе У вас есть что сказать? Да Дорохов, не урод Короче, пацаны, как могли С праздником Вот, видали, какие мощные люди на сонник Бурдашева пришли? Ладно, сейчас Александр Бурдашев покажет вам, кто тут папочка Здорово, молодежь, это я, Александр Бурдашев-младший Ну, здорово, подлинненький ход на финал Так, это кто? Это мой сын Это еще доказать надо Вот ты вонючечка, конечно Уже второй раз в жизни не вовремя появляешься Ладно, рассказывай, как там мать без меня поживает Очень плохо Спасибо, сынуля Александр Васильевич, теперь к вам Мне мамка сказала, что батя в другую семью ушел И, судя по всему, это семья Масляковых Я тут посмотрел, как мы живем Посмотрел, как вы живете Похоже, мой отец для вашей семьи больше делает Так, Саша, давай без импровизации, как я учил Александр Васильевич, дайте вы уже ему медаль Это я у вас не как Бурдашев, а как Сан Саныч прошу Красава, пойдем, я тебе в честь Нового года что-нибудь очень дорогое покажу Слушайте, ребят, ну это наш с вами финал Мы больше остальных команд шли к этой игре И ради чего? Чтобы дать какому-то Бурдашеву все развалить? А что нужно делать, чтобы рассмешить в финале? Ну, команды плачут, прощаются, уходят Блин, у нас нет ничего такого смешного Слав, ты понимаешь, что нам не на что давить? Мы уверенная в себе команда Мы не престарелая молодежь из Снежногорска Мы не нефтяники, не спортсмены Мы единственные КВНщики в финале КВН У нас нет шансов, Слава! Ну вот, еще и актерское мастерство не наш конек Согласен Да все под контролем Бурдашев, слушай, свали с нашего финала, достав Так я не понял, это еще кто такой? Ну, понимаешь, после КВН, КВНщики становятся звездами На них могут быть покушения Я заранее все продумал Это Толя, мой телохранитель Да, настоящий профессионал Он уже один раз как-то мне жизнь спас Помнишь, ты сказал, пристегнись, а то я выпил? Короче, очень крутой Два года Шушондо Был телохранителем Кеннеди А ты в курсе, что Кеннеди убили? А ты в курсе, что не в его смену? Короче, я подумал Чтобы выиграть, нужно подарить Александру Васильевичу Очень крутой подарок на Новый год Так, Толя, прекрати Ты что, я ему доверяю Ничего не пищало? Ну, короче Александр Васильевич, я тут подумал Что подарить человеку, у которого все есть Вот, человек, у которого ничего нет Это вам, Александр Васильевич Теперь ваш телохранитель Толя будет вас охранять Все, с наступающим А, да, Александр Васильевич Вы это, с ним выпивайте Он это любит Все равно как-то не по-человечески получается Это ж, получается, не увидимся больше Попрощаться, что ли, надо? Честно говоря, спасибо хотел сказать Потому что, если б не ты, даже не знаю, что бы я сейчас сделал Серьезно Как-то даже прощаться страшновато Как я там дальше без тебя? А вот ты рядом стоишь и как-то поспокойнее, что ли Да я понимаю, у тебя каждый год эти разговоры Кто-то уходит, кто-то приходит А ты стоишь, преданный своему делу Хорош ты, мужик Ну, что стоишь, молчишь? Ты так вот расстроился Ладно, все, спасибо тебе большое, правда? Спасибо еще раз за все Что, он за мной пошел? Да Так и думал А, это ты, Толя Наполеон Динамит, Тюменская область С любовью к игре В игре каждый знает Момент наступает Сказать до свидания Но прощается лишь тот, кто разлюбил И пусть мы ставим точку Наш путь не окончен Осталось спасибо За все, что Кавэ нам подарил Ссылка на presque Спасибо за просмотр! Субтитры mailrir Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.